МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главном сегодня. Обувь дагестанского производства в перспективе будет узнаваемым брендом. Вопросу посвятили отдельное совещание в правительстве. Ситуационный центр дагестанского МЧС понравился министру обороны. Об этом расскажем через несколько минут. В воскресенье мир отмечает День Матери. Мероприятия, приуроченные к празднику, проходят и в Дагестане. Серебряная симфония, персональная выставка Алипат Багаевой, открылась в Москве. Задолженность по заработной плате в Дагестане на 1 ноября увеличилась в полтора раза. Об этом сообщает Дакстат. Общий долг по зарплате в регионе достиг цифры, превышающей 26 миллионов. Причина – отсутствие у работодателей своих средств. Долги перед работниками накопили несколько организаций республики, занятых в строительстве, сфере образования, а также коммунальном секторе. Обувному легальному бизнесу в Дагестане быть. Вопросы развития отрасли обсудили в правительстве. С предпринимателями пообщался глава Кабмина Артем Сдунов. О чем говорили и к чему в итоге пришли, расскажет Хадижа Курбанова. 600 предпринимателей работают нелегально. 15 тысяч наемных работников официально нетрудоустроены. И если сейчас теневой обувной бизнес еще существует, то с марта 2020 года вступит в силу закон об обязательной маркировке обуви с контрольными знаками. И это окончательно вытеснит контрафакт и повысит собираемость налогов, чего и добиваются власти. Многие из присутствующих предпринимателей столкнулись с такой трудностью, как нехватка территории для производственной деятельности. Раз есть потребность, мы считаем, мы можем расшириться. Есть возможность, мы это умеем. Если есть с вашей стороны, как говорится, нам помощь, то просим помощи для нас в содействии в выделении нам участка заведения. Нам удалось договориться с администрацией Махачкалы на получение разрешения строительства обувной фабрики «ДОВ», что переводится «Дагестанская обувная фабрика», расположенная в районе проспекта Ахмедхана Султана в Махачкале. На данном земельном участке планируется строительство четырехэтажной обувной фабрики «ДОВ» самой современной инфраструктуры. Планируется выпуск более 500 тысяч пар обуви, будет создано свыше 300 рабочих мест и инвестиций более 300 миллионов. В настоящее время на земельном участке ведется планировка. Фабрика «ДОВ» специализируется на выпуске специальной обуви, то есть военной, и сегодня на производстве трудосойно более 70 человек. Кроме того, расширять будут и функционирующие предприятия в Каспийске, Первое, Махачкале и Буйнакске. Помимо этого прорабатывается вопрос о сотрудничестве с крупными оптовыми покупателями, желающими открыть свои производственные площади в республике, задействовал при этом труд местных жителей. Но если о судьбе крупного бизнеса можно не беспокоиться, активность малого ставится под сомнение. Ведь не все могут себе позволить оформление по законодательной базе. Именно с этим вопросом к чиновникам обратился один из присутствующих. Понятное дело, что здесь сидят очень все успешные ребята, у всех предпринимателей, все зарегистрированные люди относительно, все платят относительно налоги. Но есть куча, очень большое количество людей, которые вообще работают, вот правильно сказал ИСА, с семьями в домах. Что делать с ними? Они даже аренду не могут себе позволить. Они живут в своих домах, в подвалах где-то. То есть эти люди останутся без работы. Они даже в аренду не могут пойти никак. Второй момент, они не могут себе нанять бухгалтера, чтобы даже какую-то документацию зарегистрировать. Человека, понимающего, что делать, как писать, куда идти, зачем идти. И таких людей 600 человек. Если мы сейчас решаем, допустим, интересы троих-четверых компаний крупных, это очень интересно. Я подал лично заявление в администрацию города о переводе в ИЖС, и мне отказали, у меня есть бумага. Экономическую эффективность малого, как и среднего предпринимательства, постараются сохранить. Для многих типов бизнеса законодательство предусматривает различные преференции, заверили чиновники. Предложения по более эффективной работе в этой области будут рассматриваться к обминам в обязательном порядке, заверил Сдуна. Хадижа Курбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. В Москве состоялась пятая научно-практическая конференция, посвященная межведомственному информационному взаимодействию при решении задач в области обороны. Участие в нем приняла и делегация из Дагестана, во главе с начальством республиканского МЧС. Нариман Казимагамедов представил главе военного ведомства страны Сергею Шойгу ситуационный центр регионального управления. Глава оборонного ведомства, в свою очередь, высоко оценил возможности спасателей республики. Он также ознакомился со стендом, на котором были представлены народно-художественные промыслы Дагестана. В это воскресенье во всем мире будут отмечать День Матери. По всей стране организованы различные акции, проходят они и в Дагестане. Так, в Кизель-Юрте многодетным мамам организовали праздничный концерт, подготовленный воспитанниками Дома творчества и школьников. В торжестве приняли участие более 70 многодетных женщин из малообеспеченных семей. В мероприятии приняло участие министры труда и соцразвития республики, представители общественных организаций и благотворительных фондов. Всех, кто принял участие в организации и проведении мероприятия, отметили благодарственными грамотами, а всем присутствующим мамам были вручены подарки и продуктовые наборы. Я хочу сегодня особую благодарность выразить мамам, имеющим детей, которые имеют детей приемных, имеют детей своих, детей опекаемых. И всех их окружают заботой, заботой теплом, вниманием, нежностью, материнской лаской. Молодые программисты, физики и химики. В Махачкале прошел финал республиканского этапа Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Участие в нем приняли более 200 школьников. Для победы им требовалось успешно защитить научную работу и решить олимпиадные задания по направлениям технология, математика, химия, биология и экология. Ежегодная конференция «Шаг в будущее» проводится при поддержке фонда президентских грантов. Главная цель конкурса – это развитие интеллектуального творчества учащихся и привлечение их к исследовательской деятельности. Отметим, что авторы лучших работ представят республику на заключительном этапе конференции в Москве. В Москве открылась выставка дагестанской художницы-ювелира. Персональную выставку «Серебряная симфония» представила Алипат Багаева в Государственном музее Востока. Насыщенные цвета камней и гибкость линий узора. Здесь представлено более 100 ювелирных произведений. Это кольца, серьги, браслеты, кулоны и ожерелье. Художнице удалось выработать собственный авторский почерк. Багаева демонстрирует понимание традиции, основанной на синтезе старого и нового. Современные орнаментальные мотивы органично воплощаются в традиционных формах украшений, в которых ощущается национальное понимание красоты. Когда я смотрела сама на них, на фотографии, я еще не оценила до конца всей этой красоты. Но когда я несколько дней делала выставку, общалась с автором, с дочерями, с этими замечательными совершенно женщинами, удивительными, которые на меня произвели впечатление не меньше, чем их украшения. И я прониклась вот в каждой из этих вещей. Мы подготовили совместно с Алипат на эту выставку, каталог, который вы имеете возможность познакомиться. И я думаю, что со временем мы сможем узнать еще и более полное издание, потому что Алипат – человек, который очень динамично развивается, который очень хорошо работает. И действительно, она создала свою серебряную симфонию, которая сегодня звучит в этом прекрасном музее. Алипат Багаева – уроженка селения Бацада Гунипского района. Она участвовала во многих республиканских и региональных выставках. Художник же работает для чего? Он работает на публику, он работает для зрителя. Он не может свои работы долго дома хранить. Поэтому я привезла эту высокую мозгу. Очень рада. Спасибо всем организаторам. Полна еще многих творческих замыслов. Хочу осуществить все, что задумала. Думаю, что времени не так много. Планов очень много. Буду работать. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова